В минувшие выходные в Риге уже во второй раз отмечали день рождения Шерлока Холмса. Костюмированное шествие, парад собак английских пород, английское чаепитие, знаменитая овсянка от Берримора и множество других увлекательных мероприятий привлекло на праздник огромное количество поклонников знаменитого литературного сыщика. Побывала на дне рождения и наша съемочная группа. Желающих поприветствовать юбиляра, а точнее юбиляров, собралось так много, что прокладывать им дорогу к Домской площади сквозь толпу пришлось настоящим полисменам. И хотя нарядиться можно было в любого персонажа детективов Канан-Дойля, о знаменитом сыщике из более чем 70 участников, треть предпочла, конечно, костюм Шерлока Холмса. В том числе и несколько прекрасных дам. Мы когда это придумали, думали, что наверняка в Англии или где-нибудь еще празднуется такой праздник. Ну, конечно же, почему нет? Оказывается, нет. И поэтому Рига стала первым городом в мире, который празднует день рождения Шерлока Холмса. Несмотря на множество экранизаций, истории о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, для нескольких поколений жителей постсоветского пространства фильм Игоря Масленникова навсегда останется лучшим, что, собственно, признано и на родине сыщика. Он как бы более английский и более детективный, потому что там этот американский юмор, он нашими людьми не воспринимается. И вот сколько они показывали, я где-то шесть смотрел вариантов, все равно наш лучший. С Домской площади большинство присутствующих направились на улицу Яунела, к дому, который столько раз исполнял роль жилища Шерлока Холмса и доктора Ватсона на Бейкер-стрит. Всего за год идея празднования импровизированного дня рождения сыщика стала настолько популярной, что на этот раз его посетили гости из других стран. Россия, Чехия, Великобритания, Германия и Украины. Я решил пододеться как доктор Ватсон, потому что в 1881 году, когда они познакомились, Ватсону было 29 лет. И все этого не помнят, потому что все помнят образ Соломина. Вот, собственно говоря, Ватсон был молодой человек, который прошел войну и приболел там брюшным тифом. Собственно говоря, я и кашляю сейчас, как тот Ватсон, который познакомился с Холмсом. Как известно, популярность литературному Холмсу принесли рассказы о нем, написанные Ватсоном. Современные сыщики и сами с удовольствием дают интервью. У вас лучший оператор в мире, Олег. Да. Олег, это просто красавец. Здорово, Олег, рад тебя видеть. Представьте, пожалуйста, подругу. Шерлок Холмс, конечно. Только так, сегодня я Шерлок Холмс и по-другому меня не зовите, пожалуйста. Лучшим Холмсом уже во второй раз был признан Михаил Курнаев, который, к слову, в подобном одеянии ходит и в повседневной жизни. В номинации «Лучший образ» победил наш коллега, исполнительный директор Балтийского медиа-альянса Антон Блинов, выступивший в роли Степлтона. Элина Суворова-Пилыня, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok